Приветствую вас, Нина. Я вот прочитал ваш текст и думаю, что у вашего мужчины остались к вам чувства. Я думаю, что он просто, значит, либо боится с вами сближаться, либо пытается с вами манипулировать. Для того, чтобы, ну, чтобы как-то, значит, подчинить вас себе, вот, и чтобы вы в большей степени, чем сейчас, делали то, что он хочет, то, что вот именно ему, ему, ну, вот. Так, по крайней мере, это выглядит, так, по крайней мере, кажется, так, по крайней мере, ну, на это, по крайней мере, похоже. Манипулировать ли он вами или нет, это уже вопрос, на который я думаю, что вы можете ответить только, потому что это ваш молодой человек, и вы, ну, можете вы сказать, способен ли он на, ну, к примеру, манипуляцию или нет, вот. Что касается его саркастичного поведения, что касается его саркастичного тона, который он выбрал, что мне кажется, это связано исключительно с тем, что человек испытывает некие эмоции, человек испытывает некие переживания, и, в общем-то, ему не все равно. Вот. Но, да, он сейчас боится, боится сейчас с вами сближения. Это правда. Вот. Значит, на что я хотел бы обратить, обратить ваше внимание. Я бы хотел обратить ваше внимание на отсутствие общего то, что у вас мало общего, вот, и, соответственно, не очень понятно, почему вы хотите вернуть человека, если у вас так мало общего. Мыслите вы, в принципе, верны, то есть вы мыслите в том направлении, чтобы это общего создать. Вот. Но здесь есть ограничение, потому что не все люди могут найти точки соприкосновения. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вы все-таки это учитывали. Да, учитывали, что, возможно, вы не сможете его вернуть. Второй момент, на который я хочу обратить внимание, это то, что вы говорите, что, ну, впали в депрессию, из-за того, что с ним расстались, что говорит о том, что вы в достаточной степени от него зависимы. Вот. Если это так, то это также нуждается в корректировании. Потому что, ну, ваша зависимость, она не позволит вам самой просто быть с человеком свободно. Свободно. Вот. То есть, нам нужно понимать, что зависимость здесь, это в некоторой степени нужда. Вот. И если вы нуждаетесь в человеке, да, то, ну, соответственно, можно и нужно разобраться. Разобраться в чем именно вы вы нуждаетесь и почему. Следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это, пожалуй, то, что вы хотите начать все с чистого листа, ну, вы хотите, вот, отношения начать с чистого листа, это сделать невозможно. Невозможно начать начать отношения с чистого листа, потому что тот опыт, который у вас есть, он никуда не денется. Вот. Поэтому надежда начать отношения с чистого листа является достаточно иллюзорны. У вас ничего не получится. У вас не получится начать отношения с чистого листа, а вот негатива вы не оберетесь, ожидая, что какие-то проблемы получится оставить в предпрошлом, не приняв никаких шагов для того, чтобы разрешить эти самые проблемы здесь и сейчас. Также я бы хотел, чтобы вы для себя постарались определить, почему вам так важно вернуть человека, почему вам так важно вернуть мужчину в отношения. Я думаю, что данный аспект необходимо тоже пролаботать, потому что если вы хотите вернуть его для себя, то это одно дело, если вы хотите его вернуть для него самого, это совсем другая штука и тут совсем другой взгляд и другой расклад, но вам необходимо это понимать, почему вы хотите его вернуть. Что касается того, что вы его достались из-за ссор, то опять же, в данном случае, у ваших ссор есть причины, и в том числе, в том числе, это те причины, которые лежат, образно говоря, в вас. То есть, вы сами вносили свой вклад в ссору с мужчиной. И мне кажется, что идеально для вас было бы оценить то, почему и какой вклад вы вносили в эту ссору и проработать эти самые причины поведения, потому что очень маловероятно, что при условии, что вы, например, опять будете вместе, ссоры прекратятся. Ну просто потому что если, если вот так вышло, что вы ссорились, то просто расставание и просто время проблему не решить, решить проблему только работа над причинами, по которым именно вы со своим мужчиной ссорили. Только это поможет избежать ссор в дальнейшем. Тут надо обязательно заметить, что если вы сойдетесь, но при этом проблемные моменты будут не проработаны, то ссоры будут еще сильнее, когда будет еще громче, а если вы еще раз разойдетесь, то уже эти ссорились будет в разы затруднительнее. Поэтому отнеситесь ответственно к тому, что вы хотите делать, не пропититесь возвращать отношения к мужчине, но сперва разберитесь в себе самой, в своих чувствах, в своих желаниях, в своем восприятии себя и молодого человека, и после этого вы уже сможете вступать в отношения так, как вам того хочется. В этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!